Трудные места писания с библейским порталом Экзегет Можно чуть раньше, конечно, прочитать выше про закон, но там длинное и долгое начало, поэтому я, вопреки обыкновению, прочитал сейчас только этот стих. «Делами закона не оправдается перед ним, перед Богом никакая плоть». Ну, плоть здесь, видимо, синоним слова «человек». Вряд ли мы можем думать, что здесь какие-то зверушки, рыбки, птички упомянуты, формально их тоже можно назвать плотью. Но почему не сказал «человек»? Интересно. Может быть, к этому еще вернемся. А что значит делами закона не оправдаться? Вот такой, знаете, опыт общения у кого-нибудь с налоговой инспекцией, с инспектором по безопасности дорожного движения, с представителями закона. Во многих странах, к сожалению, в нашей тоже. Вот не оправдаться. Если за тебя взялись, тебя точно минимум оштрафуют, а может быть еще что-то худшее сделают. Потому что где-то что-то найдут. Не найдут, так придумают. И что, Бог такой же? Вот он прям придирается, придирается. Вот иногда читаешь Павла, послание к кремлинам, возникает такое ощущение. Бог настолько въедлив, настолько придирчив к тебе, что вот хоть ты тресни, но ты перед ним не оправдаешься. Да, какой-то образ Бога несимпатичный. Такой, знаете ли, вот инспектор дорожного движения, который палки зарабатывает, да, то есть отмечает количество выявленных нарушений, его за это потом примеруют, если много будет таких случаев. Он их специально создает или изобретает. Ох, я не хочу так про Бога думать. А в чем же смысл изречения Павла? Вот давайте процитируем Псалом 142. Вот здесь он процитирован, и там тоже об этом говорится, хотя, может быть, не совсем так, как это сделал именно Павел. И вот что там в 142-м Псалме, это известная, очевидно, евреям фраза, которую он, а может быть, и не только евреям, которую он цитирует. Это молитва Давида, когда он преследует сыном своих, своим Абиссаломом. И смотрите, тут длинные такие поэтические строки, синодальный тоже перевод. И сколько тут всего, да. «Враг преследует души мою, вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, пристаряю к тебе руки мои. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, даруй мне рано услышать милость твою». И перед этим сказано, не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих, говорит Давид Богу. Давид, один из величайших праведников, но не безгрешный. Вот, может быть, в чем смысл. Не оправдается никакая плоть, в Ветхом Завете ни один из живущих. Но Павел даже подчеркивает слово плоть, то есть человек духом-то может быть силен, как Давид. А вот по плотским своим слабостям он не может оправдаться. Вот было у него всякое, знаете ли. Но кто-то скажет, что у меня не было. Но было другое что-то. Вот человек именно в силу своей слабости не может оправдаться перед Богом делами закона. Можно сказать, он никогда их полностью не исполнит. Но даже если бы он полностью их исполнил, все равно получается, что он всего лишь сделал то, что был обязан. Сослуг нет. Если инспектор дорожного движения нас остановил, когда мы за рулем, и не нашел никаких нарушений, он нам премию не выдает. Он просто не штрафует. И оправдание очень важный для Павла термин. Дикайо на древнегреческом здесь. У дикайотес это и пасус арксенопионауту. Это не просто, но по-русски оправдание очень хороший перевод. Оправдание это, ой, извините, пожалуйста, я больше так не буду. Но это виноватый человек как-то старается загладить свою вину потоком слов. Как правило, очень неубедительных. Оправдание это обретение праведности. Исполняя закон, невозможно стать праведником. Если ты не нарушаешь правила дорожного движения, шумахером ты не станешь от этого. Не станешь величайшим водителем всех времен и народов. Просто избежать штрафов. Но искать придираться не буду. А поскольку мы все иногда что-то нарушаем по невнимательности, по усталости, или думая, что проскочим, то тем более мы не оправдаемся. Тем более мы не станем великими водителями. То же самое в жизни. Стало бы дело даже не только в том, что Бог придирается, а я бы сказал, совсем не в том. И даже не только в том, что человек любой в чем-то грешен, в чем-то он виноват, каким-то образом он дает слабину. Но еще и в том, что сама вот эта жизнь по заповедям, плотская жизнь, то есть внешняя, связанная с внешними проявлениями, она в принципе не связана с праведностью. И он добавляет, ибо законом познается грех. Диагоному эпигносис гамартиес. Что это значит? Ну, правила дорожного движения указывают нам на нарушение, правда? Превысил скорость. Тут висит знак, там, 50, а ты поехал 100. На 50 превысил. Не было бы знака, мог ехать сколько угодно. А на практике, где вешается знак 50? Ну, не на самых широких трассах, да? Где-то в городе. Если ты несешься по городским улицам со скоростью 100 километров, ты небезопасно водишь. Просто это не запрещено. И вот это тоже очень важный момент, что Павел указывает на роль закона. Закон не то, чтобы даже порождает само понятие греха, но он его ограничивает, определяет. А сколько здесь можно ехать? А как себя можно вести в той или иной ситуации? Вот столько-то, вот так-то. И, соответственно, нарушение закона, оно формальная вещь. Но даже соблюдение его может быть бесполезным, если человек пытается таким образом заработать себе праведность, да, говорит Павел? Потому что даже если ты не нарушаешь никаких законов, ну, я беру метафору, развернутую с дорожным движением, если ты едешь полностью соблюдая знаки, это не значит, что ты едешь хорошо. Это значит всего лишь, что ты не нарушаешь эти самые правила. Вот. И поэтому, видимо, видимо, эту фразу, делами закона не оправдается никакая плоть, можно понимать в том смысле, что закон, он вообще не для этого, не для оправдания. Он для ограничения каких-то особо очевидных случаев, граммок, границ, за которые не нужно заходить. Я прочитаю свой перевод, начиная с 19 стиха. «А мы же знаем, если подчиняться закону, то целиком, без изъятия. Так что нечего тут говорить, весь мир подлежит Божьему суду. Никто из людей не достигнет праведности перед ним соблюдением закона. Закон дает человеку лишь представление о грехе, что очень, кстати, важно. Да, то есть представление о грехе, четкое ограничение того, что хорошо от того, что плохо, это очень важная в жизни вещь, но не главная, не единственная. И более того, понимая, что хорошо, что плохо, ты тем самым еще не начинаешь делать хорошо. Что дает человеку это самое оправдание? То есть дает ему возможность обрести состояние праведности. Об этом, собственно, все послание к римлянам. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.